Глубоко уважаемые коллеги, синдром когнитивных нарушений является одним из основных синдромов, которыми наблюдаем 300 лет. Я хочу обратить ваше внимание на то, что когнитивные функции это наиболее сложные функции головного мозга, благодаря которым происходит взаимодействие индивидуума с окружающим миром. К когнитивным функциям относятся, безусловно, память, внимание, восприятие, гнозис, интеллект, речь, праксис и сочетание одновременно всех этих функций. И если мы говорим о спектре когнитивных нарушений при старении, то мы с вами можем выделить такие аспекты, как легкие когнитивные нарушения, умеренные когнитивные нарушения и тяжелые когнитивные нарушения. Легкие когнитивные нарушения могут быть возрастными или патологическими. И сюда могут относиться такие показатели, как возрастные изменения, синдром легких когнитивных расстройств, возрастная когнитивная дисфункция. И вот следующее, умеренные когнитивные нарушения. Что это, норма или патология? Наверное, в некоторых случаях может быть и то, и другое. Нужно сказать, что в англоязычной литературе это синдром умеренных когнитивных нарушений, а в когнитиве импермент произносится как МСИА. И, в общем-то, такое принятое сокращение. Тяжелые когнитивные нарушения, безусловно, патологические, и это уже деменция. Хочу обратить ваше внимание, что проблема когнитивных нарушений, проблема деменции в мире сейчас привлекает огромное внимание. Если будет продолжаться в том же темпе, как это происходит сейчас, то к 2050 году ожидается более 130 миллионов больных деменции. По сути дела, это почти такая страна, как Россия. Это реально речь может идти об эпидемии. При этом каждые 3-4 секунды в мире возникает новый случай деменции. И вот если мы обратимся к достаточно хорошо известным иллюстрациям нашей аудитории, это старение головного мозга в виде континиума, то хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что старение происходит в результате общепринятого биологического феномена изнашивания и повреждений, и постепенно все-таки наблюдается снижение когнитивных функций, снижение памяти в возрастном аспекте. И в то же время, под введением при определенных идеологических событий, то ли внешних, то ли внутренних, развивается вот этот же синдром MCI, синдром умеренных когнитивных нарушений. И вот тут начинается самое интересное. Потому что тогда, когда был выделен этот синдром умеренных когнитивных нарушений, предполагалось, что внедрение на этом этапе может привести к существенному улучшению состояния и предотвращению дальнейших развития когнитивных нарушений. И вот на стадии этого синдрома умеренных когнитивных нарушений мы можем наблюдать целый ряд событий. Первое – это стабилизация процесса. Второе – это обратное развитие процесса. И третье, самое печальное – это развитие болезни Эльцгеймера или других форм деменции. И при этом еще раз возвращаемся к этой же картинке, немножко в другом виде. И вот мы видим нормальное старение, которое сопровождается ухудшением когнитивных функций. И можно выделить несколько фаз этого нормального старения. Это доклиническая фаза, о которой сегодня говорят. Это та фаза, по сути дела, очень часто бывает немая фаза. Или стадия, когда пациент знает, а доктора еще нет, что у больного уже может развиться или уже развивается когнитивное нарушение. Это происходит потому, что целый ряд нейродегенеративных состояний требует большого количества лет для того, чтобы появились клинические проявления. 20 лет и более, когда появляются первые морфологические изменения, через 20 лет они могут перейти только в клинические симптомы. И вторая фаза – это синдром умеренных когнитивных нарушений. И потом уже деменция – начальная, умеренная, умеренная, тяжелая. И все это синдромы когнитивных нарушений. И вот продолжаем эту же стадию. Уже на стадии синдрома умеренных когнитивных нарушений, благодаря современным методам исследования, мы можем обнаружить очень серьезные изменения. В частности, позитронно-эмиссионная томография с использованием пиццбургского вещества позволяет выявить бета-амилуид. Сегодня, благодаря позитронно-эмиссионной томографии, уже можно определить отложения тау-протеина. Собственно говоря, это основные белки, которые принимают участие в развитии болезни Альцгеймера. Кроме того, в цереброспинальной жидкости уже в стадии синдрома умеренных когнитивных нарушений уже можно определить снижение уровня бета-амилуида и увеличение уровня тау-протеина и гиперфосфорированного тау-протеина. И уже на стадии синдрома умеренных... Я прошу прощения, я ошибаюсь. Это еще доклиническая стадия, вот именно позитронная эмиссионная томография и некоторые показатели цереброспинальной жидкости. А на стадии синдрома умеренных когнитивных нарушений уже при МРТ-исследовании мы уже можем видеть определенные изменения и продолжаются те же показатели, которые характеризуются изменениями в цереброспинальной жидкости. Ну и, безусловно, нейропсихологические изменения. То есть современные методы исследования дают возможность оценить состояние на разных стадиях, даже, в общем-то, доклинической стадии. И вот основные заболевания, сопровождающиеся когнитивными расстройствами. И тут представлены, безусловно, не все заболевания, которые сопровождаются когнитивными расстройствами. А если мы будем говорить о заболеваниях старшего возраста, то, наверное, все будут с этим сопровождаться. Это нейродегенеративные расстройства, это церапровоскулярные расстройства, это инфекционные заболевания, онкологические заболевания, травматические повреждения головного мозга, дисметаболические токсические расстройства, в том числе и использование целого ряда препаратов, которые тоже могут негативно влиять на когнитивные функции. Нормотензивная гидроцефалия, эпилепсия, и другие некоторые ядра генина. Я хочу обратить ваше внимание, что все-таки болезнь Альцгеймера остается на первом месте, на втором месте сосудистая деменция и смешанные формы заболевания. ДСМ5, это диагностическое и статистическое русского обводства психических заболеваний, предложила рассматривать нейрокогнитивные расстройства в следующем ракурсе. Это делирий, большое нейрокогнитивное расстройство и мягкое нейрокогнитивное расстройство. Большое нейрокогнитивное расстройство – это, по сути дела, деменция. Мягкое нейрокогнитивное расстройство – это синдром умеренных когнитивных нарушений. Почему уходит от слова «деменция»? Для того, чтобы уйти от стигматизации подзаянков с деменцией. Просто речь идет о нейрокогнитивном расстройстве. И критерии различных нейрокогнитивных нарушений базируются на определенных когнитивных доменах, которые формируют базис для диагностики заболеваний. И вот были предложены в том же ДСМ-5 следующие нейрокогнитивные домены. Это обучение и память, комплексное внимание, исполнительные функции, персептуально-моторная функция, речь и, что очень важно, социальный нейрокогнитивный домен. Потому что целый ряд заболеваний, в том числе связанных в возрастном аспекту, безусловно, имеет большое значение социальный нейрокогнитивный домен. Предлагается двухэтапный подход к пациентам с когнитивным снижением. Это определение наличия когнитивного нарушения, умеленного или деменции, определение заболевания или заболеваний, которые являются причиной этого когнитивного снижения. И вот критерии для синдрома умеренных когнитивных нарушений или мягкого нейрокогнитивного расстройства. Это следующее свидетельство умеренного снижения когнитивных способностей по сравнению с предыдущим уровнем в одном или нескольких когнитивных доменах. Это может быть комплексное внимание, исполнительные функции обучения, память, речь, персептивно-моторный или социальный домен. При этом наблюдается беспокойство индивидуума, осведомленного информатора или клинициста по поводу умеренного снижения когнитивных функций. Хочу обратить ваше внимание на вот этот пункт подтверждения осведомленного информатора или клинициста или опекуна. По сути дела это человека, который находится рядом с пациентом. Почему? Потому что не всегда достаточно, собственно говоря, это когнитивное снижение должно быть подтверждено человеком, который находится рядом с пациентом. Потому что не всегда наши пациенты адекватно относятся к своим когнитивным способностям. Следующее. Это умеренное ухудшение когнитивных функций, предпочтительно документально подтвержденное при помощи специальных исследований. И что это вот документально подтвержденное. И по сути дела наблюдается ухудшение по сравнению с предыдущим состоянием человека. Когнитивный дефицит не уменьшает независимости повседневной деятельности. Это очень важно, потому что если мы будем говорить о деменции, то тогда этот когнитивный дефицит безусловно уменьшает повседневной деятельности. И следующее. Когнитивные нарушения не возникают исключительно в контексте дилерия. Мы к этому вернемся. Это тоже очень важный момент. И когнитивные нарушения не объясняются другим психическим расстройствам. И вот, собственно говоря, существует специальная классификация клинической умеренных когнитивных нарушений, которые могут быть связаны с нейродегенерацией, сосудистыми нарушениями, психиатрическими расстройствами и другими медицинскими проблемами. Выделяет так называемый амнистический синдром умеренных когнитивных нарушений, неамнистический синдром умеренных когнитивных нарушений. И вот внутри этого амнистического и неамнистического это может быть однодоменный синдром умеренных когнитивных нарушений или мультидоменный. Но уже в зависимости от заболевания, в которое впоследствии обзовьется, уже можно подумать даже на стадии синдрома умеренных когнитивных нарушений. Делирий. Следующий синдром, который входит в эти нейрокогнитивные расстройства. Это делирий. Психическое расстройство, протекающее с размрачением сознания и нарушением внимания, восприятия мышления и эмоций. ДСМ-5 и МКБ-11, сейчас мы работаем с МКБ-10, как вы помните, относятся к группе нейрокогнитивных расстройств. И вот какие же симптомы характерны? Это нарушение внимания, дезорганизованное мышление, измененный уровень сознания, так называемое спутанное сознание. Возникает внезапно и колеблется в течение острого заболевания. Это может быть после обмена терапии, после травмы или операции. Характерно. Острое начало, флюктуирующее течение, снижение концентрации внимания, снижение уровня сознания, мышление дезорганизованное. И нужно сказать, что существуют очень тесные взаимоотношения между деменцией и делирией. С одной стороны, делирий может способствовать возникновению деменции, и наоборот, деменция является фактором риска. Такие заболевания, которые сразу привождаются в тяжелой деменции, например, болезнь геймера, сосудистой деменции и так далее, очень часто возникают делирии. И это с одной стороны. Но с другой стороны, если у человека обнаруживается делирий, то диагноз деменции не ставят в течение шести месяцев. Или когда человек выходит из состояния делирии, или если делирий продолжается очень долгое время, то шесть месяцев наблюдения, только после этого можно будет поставить диагноз деменции. И вот существуют специальные методы оценки спутанности сознания. И следующий синдром, который очень часто сопутствует когнитивным нарушениям, это синдром депрессии. Лиз депрессии характерна. Это симптомы вины, грусти и ангидонии. Для оценки возможной депрессии использование на скрининг-тестах, например, гериатрической шкалы депрессии. И что очень важно, если присутствует депрессия, необходимо оценить риск самоубийства. Безусловно, в таких случаях больных вести самим не рекомендую. Даже неврологам нужно обращаться к психиатрам. Это, в частности, гериатрическая шкала депрессии, которую можно использовать для оценки депрессии. И характеристика основных этапов когнитивного тегицы. Это умеренные когнитивные нарушения, легкая деменция, умеренная деменция и тяжелая деменция. И вот хочу обратить, важно понятно, что нарастают симптомы когнитивного дефицита. И по мере нарастания в степени выраженности когнитивного дефицита, безусловно, присоединяются эмоциональные и политические нарушения. И что важно, это повседневная активность. При умеренных когнитивных нарушениях повседневная активность не нарушена. При лёгкой деменции нарушена профессиональная и социальная активность. Дома больной независим. При умеренной деменции нарушена инструментальная повседневная активность, иногда нуждается в посторонней помощи. И тяжелая деменция, нарушенное самообслуживание, постоянно нуждается в посторонней помощи. Ну и мы знаем, что конечная фаза это психический и физический маразм. И вот я хочу вам предложить алгоритм оценки клинической практики когнитивных нарушений. Можно выделить 5 этапов. Первый этап это наличие признаков когнитивного снижения, желательно подтвержденных. При этом мы должны оценить, есть ли присутствует ли певирия у пациента, присутствует ли депрессия. Если присутствуют эти симптомы, синдромы, нужно провести соответствующее лечение и в общем-то обратиться к психиатру и вот исключить суицидальный риск у больных с депрессией. Следующий этап это сбор информации. Он должен быть очень таким серьезным и при этом сбор информации должен происходить у пациента и у пекона. Уже тут присутствуют специальные когнитивные тесты, лабораторные тесты, нейроризуализация и другие необходимые методы исследования. И тут мы переходим к следующему этапу. Это полное обследование. Полное обследование проводится для того, чтобы мы могли выделить или синдром умеренных когнитивных нарушений, или деменция, или отсутствие и того и другого. Если мы не обнаруживаем деменцию, а только синдром умеренных когнитивных нарушений, то безусловно начинается достаточно серьезная работа с пациентом, потому что его нужно, во-первых, стараться определить причину, с чем это может быть связано. А второй, следующий этап мы должны настроить человека на определенный образ жизни, на здоровый образ жизни для того, чтобы предупредить дальнейшее развитие патологии. Ну и если уже поставлен диагноз деменция, то тут начинается достаточно еще более серьезная работа с пациентом. И вот мне понравилось, если вам, наверное, невижно, но предлагают такой термин, как раскрытие диагноза. То есть для пациента, для окружающих это и беседа, и подтверждение этого диагноза, и, безусловно, менеджмент пациента, и создание специального плана ведения его лечения и так далее. И уже пятый этап, это уже установленный диагноз, регулярный осмотр, ведение пациента вместе с родственниками, семьями, возможно, если есть такая возможность с различными ассоциациями, если будут центры, то с различными центрыми. Вот методы лабораторной диагностики тоже очень важны. Нужно исключить любую патологию, в частности, патологию щедовидной железы, что очень часто бывает причиной оперативных нарушений. Кроме того, нейровизуализация, и уже мы с вами об этом говорили, и что очень важно, в настоящее время, это анализ концентрации витамина B12 в фолиевой кислоте и витамина D, что в недостаток которых также могут быть причиной когнитивного снижения, и исключение инфекционных заболеваний ВИЧ, сифилис и другие нейроинфекции. И вот, Лариса Михайловна, Вы хотели там разный вопрос по поводу нарушения памяти. Вот я специально вам подготовила целых 14. Мы потом выберем с вами, может, какой-то подойдет. Вот шкалы для оценки когнитивного снижения, это Minimental, Minicook. Интересная шкала, потому что она состоит из трех слов, запоминания трех слов и рисования часов. И вот интересно, вот если мы смотрим рисование часов, видите, какие могут быть нарушения в зависимости от степени выраженности когнитивных нарушений. Методика МОКО, Монреальская когнитивная шкала тоже достаточно используется часто. Ну, это нейровизуализационные методы исследования, здесь позитронно-эмиссионная томография для оценки отложения бета-милоида. Это магнитно-резонансная томография, это норма, а тут уже патология. И вот я хочу обратить ваше внимание на то, как синдром, это норма, синдром умеренных когнитивных нарушений и уже развившаяся деменция. Атрофический процесс. Вот область гиппокампа, норма. Вот синдром умеренных когнитивных нарушений и вот деменция. Ну и безусловно атрофия головного мозга, это сосудистая патология головного мозга, которая тоже определяется при помощи нейровизуализации. Вот факторы риска когнитивных нарушений. Интересно то, что, безусловно, мы хорошо знаем, не модифицируемые и модифицируемые. Интересно, что паскулярный фактор риска, в частности артериальная гипертензия, является фактором риска как для развития болезни Альцгеймера, так и сосудистой деменции. И вот если мы оценим, как себя ведут факторы риска в течение жизни, в зависимости от возможности развития когнитивных нарушений, то хочу обратить ваше внимание, при рождении сразу, безусловно, большое значение имеет генетический фактор. Сидячий образ жизни, это фактор риска даже с раннего образа. Ну вот что интересно. Высокий уровень образования, даже в начальной школе, это уже протекторный фактор для развития деменции в пожилом и старческом возрасте. Поэтому сегодня такое огромное внимание уделяется в развитых странах для получения образования именно в самом раннем возрасте. И вот гипертоническая болезнь, безусловно, в среднем возрасте является фактором риска развития этого заболевания и когнитивных нарушений при старении, своевременное использование антигипертонизмных препаратов. Но на самом деле с гипертонической болезнью все не так просто, как могло бы показаться на первый взгляд. Потому что оказалось, что снижение артериального давления в определенном возрасте, в пожилом возрасте, уже является фактором риска развития когнитивных нарушений тоже. Более того, атрофия головного мозга сопровождается снижением артериального давления. Поэтому в определенных возрастных категориях, вот то, что касается артериального давления, есть о чем подумать. Ну и тут мы все это с вами знаем, что изучение языков и так далее, все это защитные факторы. И вот был предложен показатель риска, который прогнозирует вероятность развития деменции у индивидуума среднего возраста в течение 20 лет. И этот показатель риска включает кардиоэкскулярные факторы риска, старение, так называемое, и деменцию. И вот, что мы здесь видим, какие же здесь есть показатели. Это возраст, образование, пол, систолическое артериальное давление, индекс массы тела, общий холестерин и физическая активность. Ну и общий балл. И чем выше общий балл, тем больше шансов вероятности развития когнитивных нарушений. Благодарю за внимание. Я хочу сказать, что еще существует целый ряд заболеваний возрастных, которые связаны именно с когнитивными нарушениями. Это и болезнь Эсгеймера, это и сосудистая деменция, это и целый ряд других нейродегенеративных состояний. Это и болезнь телесливии, и при болезни Паркинсона, и так далее. Но это уже тематично. Благодарю за внимание. Спасибо. Вопросы? Пожалуйста. Дмитрий, вот, я хочу перечисление факторов патологических, патологических. А свидетельствует ли перечисление факторов, что, по сути, инфекционная теория старческого слабого времени работает? Не свидетельствует. Нет? Не свидетельствует. Нет, потому что на самом деле очень много теорий. Ну я просто, немножко была другая задача с этим докладом. На самом деле, существует же целый ряд инфекционных заболеваний, которые, безусловно, являются заболеваниями, которые приводят к когнитивным нарушениям. В том числе и деменции. Например, вот болезнь Петисфеда Якоба, о которой мы с вами не так давно беседовали, она является непосредственной. Это же прионы. А прионы, ну да, протеин, ПР, это протеин, ион, это инфекшн. Брионы, это, собственно говоря, это быстро развивающиеся, и такие, как называются еще, опустошающие деменции. То есть они, безусловно, являются факторами листа. Я уже не говорю о том, что в комплексе тех процессов, которые происходят в организме, например, даже для развития болезни Альсгеймера, безусловно, воспалительный фактор тоже имеет значение. Безусловно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.